Привет! Всем привет! Меня зовут Дилара. Откуда ты приехала? Я приехала из Уфы. За Светланой давно наблюдаю, с двадцатого года. И в этом году я первый раз проходила у неё марафон по депривации сна. У меня некие сподвижки начались в плане сна. То есть я считаю, что когда ты не только намерение, но уже когда намерение уже преобразуешь в действие, оплата, то уже начинается с подвижки. И получается в октябре с тринадцатого по семнадцатого прошу марафон. И я очень хотела попасть, но на ретрит. На ретрит не получилось ни в октябре в Сочи, не в ноябре в Москве. Точнее, может быть, даже наоборот. И вот... В Новый год доехала? Да, доехала. Как у тебя впечатление? Вот этот семейный формат. Много ребят приехали с детьми. Много времени такого было достаточно расслабленного. Как у тебя впечатление от такого формата? У меня не ожидания, а предположения, что бы я хотела получить от этой встречи. Было? А вот когда я приехала, я еще в Сочи, первый раз приехала, и у меня уже началось какое-то некое такое расслабление непонятно. Ну, я решила быть в этом состоянии. И как многие говорят здесь, которые присутствуют, они вот говорят тоже, что это расслабленное как ретрит, не ретрит, но очень расслаблена здесь обстановка с друг другом общения. И мне понравился этот ретрит. Этот не ретрит. Да, и Новый год понравился, и отмечание Нового года. Расскажи, чем занимались вот на новогодних встречах? Разовались и наслаждались моментами. Как тебе Новый год, встреча Нового года без еды, без стола, без оливье и селедки под шубой? По поводу оливье он был, но он был уже под конец, когда мы пришли с реки, с празднования, мы ходили на реку, а река тоже какая-то другая эта река. Дилара, мы не могли просто налюбоваться, ты как моржик, ныряла бесконечно в эту ледяную реку, и казалось, будто бы ты просто тренированный, реально морж. Она реально не отпускала эта река, хотелось дальше в ней находиться, но так как течение сильное и камни, я нырнула, немножко поплавала и вынырнула, потом обратно, но она не отпускает. Это река Сочи или Сочинка? Это река Сочи, Сочи, так она и называется Сочи. Сочи тебя не отпускала? Да. Ты закаленная очень девушка. Нет, я не закаленная, нет, не закаленная, я вот дома, я дома даже не могу, летом иногда делаю холодный душ, принимаю, когда там воду отключают, либо потом вот дальше продолжаю принимать холодный душ, но так как я живу в Уфе, это прохладное место, я не могу дальше продолжить в холодной воде купаться, когда начинается холода. И так же я только в теплой воде, без контрастного душа. Скажи, а какие еще практики или, может быть, мероприятия во время новогодних встреч наших тебе запомнились? Каждый момент. Ну что-то можешь отдельно выделить, просто для тех ребят, кто смотрит нас, чтобы было понятно, чем же здесь мы занимаемся, чем наполнены были эти дни. Наслаждением жизни, наслаждением момента. Но это, возможно, мне так нужно быть. В наслаждении? Да. В наслаждении даже получается это нести в мир. Как тебе понравился наш новогодний перформанс, спектакль про плотности трех я? Он это просто восхитительно, как будто все были актрисами, а ты профессионально, прям вообще как будто из Голливуда сценаристка. И сценаристка, и ведущая, или как это назвать, поточная сценаристка-ведущая. Но тебе удалось прочувствовать идею про то, что твое я существует в трех плотностях, а может быть даже и в большем количестве плотностях? Как тебе сама идея, вот что ты чувствовала? А я непонятно где была. Скажи, а что бы ты пожелала ребятам, которые приезжают на ретрит к Светлане Лавровой, для того, чтобы время, проведенное здесь, было максимально эффективным? Отдаться потоку. То есть, да, запланировать, что хочешь получить, но не держаться за это, не ожидать, что это будет так вот схватить, урмать. А просто приехать, пусть даже, может, какие-то вопросы отпадут. Жить в потоке, как вот в реке плывешь, там она тебя течет. Хотя, как-то это не принято, плыть по течению. Говорят же, вот как ты живешь? Да я же вот по течению плыну там. Ну, да, ну это надо же бороться, бороться. Может, это у меня в Уфе так вот, в Оке. Не знаю. Ирина Дмитриева проводила практики на гвоздях, и игра «Радуга» была. Расскажи, как для тебя прошли эти мероприятия? Вот она, получается, что игру, что стоять на гвоздях. Для того, чтобы стоять на гвоздях, необходим проводник, который и знает, и с любовью ведет. Вот она это умеет. Как для тебя это прошло? Расскажи свои впечатления. Это не первое мое состояние, но я благодарна, что вот она из чувствования проводила эту практику. Ты участвовала в игре «Радуга»? Да. У тебя вырисовалась твоя дорожка жизни, и что нужно делать? Насколько отзывалось то, что выпадало в игре, с тем, что происходит в твоей жизни? Я, получается, за месяц, ну, даже не за месяц, а все к этому ввело, думала, что вот надо так, 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 и вот в этой игра и показала, что нужно так. Ты получила подтверждение, да? Да, точно, подтверждение, за этим я и гонюсь всю мою жизнь, что вот услышать подтверждение, там, послушать учителя, там, ну, как-то у меня вот такой путь, недоверие себе, а тут нужно возвращаться к себе, возвращаться к себе. То есть ты сделала этот вывод после ретрита, да, что возвращаться к себе на самом деле самое ценное, что у тебя есть. Да. Спасибо тебе большое за отзыв, мы будем рады, если ты приедешь снова в Сочи. Я тоже буду рада. Нырять в ледяную реку. Приехать и с вами увидеться, это, как вот говорили, семейный праздник новогодний, так и получилось, хоть я, тут нет моей семьи, именно вот родственной, но мы тут как семья. Да, это очень классное ощущение, нам удалось его прочувствовать многим здесь. Спасибо тебе большое. Благодарю, спасибо.